Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы стоя выслушаем место, которое записано. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11 и 12 стих. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся к добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Садитесь, дорогие. Знаете, апостол Павел имел особое отношение с этим молодым человеком Тимофеем. Он очень любил его, и он говорит, я желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, когда мы читаем в следующем послании. И вот здесь апостол Павел, обращаясь к этому молодому человеку, когда он написал ему, писал эти послания, находясь уже в тюрьме, то он говорил ему вот такие слова. И посмотрите, вот 12 стих, он как бы, знаете, говорит ему вот, я хочу, говорит, тебе пожелать или дать совет, чтобы что-то стало в твоей жизни основой. И он говорит, держись в вечной жизни. Это, говорит, должно стать целью твоей жизни, держаться в жизни вечной. И ты должен прилагать к этому старания. И посмотрите, вот здесь он в 11 стихе, он как бы перечисляет определенные качества, которые необходимы для того, чтобы удержать эту вечную жизнь. Мы, может быть, не думаем так иногда, что жизнь вечная это то, что мы должны держать, за что мы должны держаться. Мы, наверное, так иногда думаем, дети, знаете, может быть, что вот жизнь вечная, так иногда мы слышим, да, что это как подарок. Вот Господь нам дал подарок, и мы взяли его, положили себе, и я иду, и что хочу дальше делаю, и все, этот подарок остается со мной. Но это не так. Это совсем не так. И апостол Павел вот обращается к своему сотруднику, к молодому брату, и он говорит, я хочу, чтобы ты понял, что, говорит, ты должен прилагать старания. Держись, прилагай старания, держись, крепко ухватись за это, держись в вечной жизни. Но на что я хотел обратить наше особое внимание, что вот он ему объясняет, как надо держаться в вечной жизни, и вот когда он делает такой важный призыв, да, он здесь перечисляет, что необходимо, что надо, чтобы держать эту вечную жизнь, чтобы удержаться, да. И он говорит, ты, говорит, преуспевай в правде, благочестии, вере, в любви, терпении, кротости. И вот обратите внимание, дорогие братья и сестры, первое, что говорит здесь апостол Павел, он говорит, преуспевай в правде. Почему правда на первом месте? Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами порассуждали немножко об этом, потому что, знаете, Павел очень ясно понимал, что из всего, что он перечислял, есть особые важные вещи, которые так необходимы, чтобы сохранить, удержаться в вечной жизни. И он говорит, держись правды. Что такое правда? Вы знаете, если мы вот так вот просто даже посмотрим в словарь, то очень такие простые определения мы находим, да, вот далее он говорит, что правда, это говорит истина, это правосудие, это честность, это неподкупность, добросовестность, правда, это искренность. И стоит вопрос, а почему апостол Павел именно это качество ставит на первое место? Знаете, наверное, или во-первых, потому что нам Слово Божие открывает нечто о самой сущности Бога. Вспомните, когда пришел Христос, и вот мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 главе, 16 стихе, он обращается к своим ученикам и говорит, «Я есть истина, я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Он говорит, я есть истина, сам Бог есть истина. Да, посмотрите, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в 17 главе, нам записана пересвященническая молитва, когда Господь находился в Гефсиманском саду, и Он молился Господу за то, чтобы продолжилось дело Его, чтобы совершилось искупление, чтобы приобрести церковь для Себя, и Он молится за возлюбленных, за избранных, за церковь, да, и Он взывает, и вот там в 17 стихе, 17 главе Иоанна, Он обращается к Богу, к Отцу, и Он говорит, «Освети их истиною». И Он говорит, «Слово Твое есть истина». Да, мы, может быть, иногда не понимаем, и мы говорим, что же есть истина? Или, помните, когда Христос в 18 главе Иоанна, вот Он стоял перед Пилатом, и Пилат задает Ему вопрос, говорит, «Что есть истина?» Сегодня очень многие люди действительно задают вопрос, когда столько много мнений, когда столько много учений, когда столько много понятий, когда на одну и ту же вещь люди смотрят с разных сторон и пытаются объяснить по-разному, и невольно мы иногда задаем вопрос, «А что же есть истина?» Когда-то Пилат, когда Господь стоял перед ним, он задал этот вопрос, говорит, «Что есть истина?» И нам Слово Божие отвечает, Господь говорит, «Я есть истина». Слово есть истина. Мы говорим, так, или Христос, или Бог есть истина, или Слово истина. А вы знаете, это одно и то же. Помните, мы читаем первую главу Иоанна, да? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и потом 12 стих, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина». Христос – это был воплотившееся Слово истины. Сам Христос – это есть воплощение Слова. И это было настолько, будем так сказать, его жизнь была настолько исполнена самого Слова, что это было полностью истина. Господь говорит, «Я есть истина». Вы знаете, есть люди, есть вероисповедания, которые очень, знаете, высоко, или так будем говорить, очень благоговейно относятся перед именем Бога. Вот взять, например, если мы посмотрим в израильском народе иудаизм, то они, например, даже не произносят имя Бога, как иеговы вообще. Слово «Яхва» у них не произносится. Это считается настолько святое, настолько высокое. Но вот посмотрите, в 137-м Псалме мы читаем Псалом Давида, да, и он здесь говорит такие слова. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Слово «Бога» – это является настолько истинно, это да и аминь, и ничего изменено не может быть. И вот когда пришел Христос, то его жизнь, его сущность была такова, что он мог смело заявить, и он говорит, «Я есть истина». «Я есть воплощение Слова Божия», самого Слова, самого Бога. Настолько, знаете, высоко Господь ставил это, Своё Слово, и то, что оно является истиной, и кто Он есть. И вы знаете, когда мы читаем, Господь нам открывает во 2-м послании Петра, то мы находим, что в 3-й главе он говорит, в 13-м стихе, он говорит, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вы знаете, правда, почему Павел ставит на первом месте, это потому, что сама сущность Бога, Его обитание, где Он находится, вот то новое небо и новой земли, которой мы ожидаем, там обитает только истина. Там нет никакой неправды, там нету никакой тени изменения или перемены, или еще что-то, да. Здесь на земле мы живем, и мы знаем, что здесь много лжи, много неправды. Мы иногда теряемся, мы иногда не можем даже определить, где есть истина, да. Но мы стремимся туда, где обитает только правда. И апостол Павел понимал это, и он говорит, во-первых, говорит, во-первых, я хочу, чтобы ты преуспевал в правде, чтобы ты держался этой правды. Это и есть залог вечной жизни. Вы знаете, когда мы говорим о том, что здесь на земле происходит очень много неправды, но, вы знаете, Слово Божие нам говорит, что и здесь на земле есть те люди, которые делают правду. Вы знаете, мы открываем, когда первое послание Иоанна, то здесь мы находим удивительные слова. Когда мы смотрим, то вот в этом послании, в третьей главе, в седьмом стихе мы читаем следующее. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он, то есть Бог, праведен». Знаете, мы в Слове Божием находим очень много людей, о которых сказано, что это муж праведный, что это праведник. И Слово Божие нам говорит, что это те люди, которые делают правду. Представьте себе, здесь на земле есть люди, которые живут по правде. И Слово Божие говорит, что это реально, что это есть. Это не выдумка. Есть такие люди. Слово Божие нам показывает. И вы знаете, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли одну такую важную истину. Почему так необходимо нам вот держаться или преуспевать в правде? Я бы хотел, чтобы мы в Слове Божием посмотрели несколько примеров. Обратите внимание, вот мы с вами люди, даже те, которые приближаемся к Господу, знаем Господа, да, я думаю, каждый из нас имеет внутреннюю жажду, вот, знаете, как-то, ну, ближе быть Господу. Мы иногда хотим как-то, знаете, вот, помните, когда-то Филипп, вот мы читаем, когда в 14 главе Иоанна, да, он обращается к Господу и говорит, «Покажи нам, Отца, и довольна для нас». Вот у нас иногда, наверное, я думаю, у каждого, который идет за Господом, да, появляется такое сокровенное желание, вот бы увидеть Господа, вот бы приблизиться к Нему так, вот бы так вот близко стать, да. И вы знаете, Слово Божие нам показывает, что Господь имеет особое отношение с некоторыми людьми, и Он им открывается по-особенному. Вот один пример, на который я хотел обратить внимание, записан в Деяние апостола в 10 главе. И нам здесь говорится о том, что в Кесарии был один вот человек, муж по имени Корнилий, и этот человек, вот, когда мы читаем с первого стиха, то нам написано, что это был человек благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Хотя, этот человек был язычник. И если мы читаем дальше, то мы видим, что этот человек был не спасенный, потому что Господь потом, видя этого человека, Он посылает к нему ангела, и Он говорит, пошли, говорит, человека в Иопию, там, говорит, в доме таком-то находится человек по имени Петр, ты, говорит, призови его, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот представьте себе, вот этот человек Корнилий, и мы прочитали характеристику, что это был очень благочестивый, он боящийся Бога, он молится Бога, но представьте, что спасения он не имеет. Мы, может быть, даже нам трудно себя представить, когда мы читаем такую характеристику человека, но реально, этот человек спасения не имел. И вот, только подумайте, братья и сестры, Корнилий был первый человек на земле из язычников, которому открылся Господь, первый человек. И так чудесно, да, Он посылает вот ангела, ангел Ему говорит, Он посылает человека в Иопию, в Иопии находится Петр, который противится идти к язычникам, считая их за, знаете, людей недостойных принять истину, как за второсортных людей. Господь с Петром в это время проводит определенную работу, опускает перед Ним вот это полотно, сосуд, на котором все нечистые животные, и Он говорит, заколи и ешь. Петр противится, говорит, нет Господи. Мы говорим, как так может быть? Да, Он поворачивается к Господу, Которого знает, и говорит два слова, которые вместе стоять не могут. Говорит Он, нет Господи. Или это Господь, или нет. Два слова вместе не могут быть, да, или признай Господа. И мы видим, Господь работает с ним, и, наконец, доводит его до состояния, когда Петр соглашается с Господом, и он приходит, и он приходит в дом Корнилия, и начинает говорить ему слова истины. И первый человек, язычник, приходит к Господу. Какое чудо! И мы с вами стоим и говорим, а почему Корнилию? Почему Корнилию, а не кому другому? Ведь столько язычников, весь мир, только маленькая часть были евреи, все остальные язычники. И вот посмотрите, мы открываем 34 стих этой главы, и когда Петр уже находится в доме у Корнилия, он говорит, «Петр отверстие уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Почему Бог открылся Корнилию? Почему Господь так чудно работал и дал спасение этому человеку? Потому что этот человек поступал поистине. Представляете, как Бог на это смотрел? Как Он ценил это высоко? Это было что-то особенное в глазах Божьих, что Он прилагает столько много, чтобы приблизиться к этому человеку. Посмотрите, мы, когда читаем Слово Божие, мы находим другие примеры. Вспомните, вот когда умер Иисус Христос, когда Он был похоронен, мы в 23 главе Луки находим, да, о том, как все это происходило, и мы знаем, что вот первосвященники, книжники, весь Совет Израильский, Синедрион, да, они все принимали в этом участие. И вот Христа похоронили, вернее, Христос умер, Его распили. И приходит один человек, и вот просит у Пилата взять тело Иисуса. И вот посмотрите, мы читаем здесь Луки, 23 глава, 50 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в делах их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обил плащаницу и положил его в гробе в высеченном скале, где еще никто не был положен». Мы говорим, почему этот человек вдруг из всей вот этой массы людей, которые так враждебно находились к Иисусу Христу и распили его, находится человек, который так близко к Иисусу, что он не постеснялся пойти даже к Пилату, взял тело, погреб. И мы говорим, как это может быть? Почему Господь мог работать в сердце этого человека? Почему Господь открылся ему по-особенному, и он в Иисусе Христе увидел особенно, вот как здесь написано, чающий, как здесь мы видим, ожидавший Царствия Божие, видел в нем именно божественное что-то. Что сделало его способным к этому? И нам Слово Божие говорит, что этот человек был правдивый. Этот человек, который поступал по правде, и Бог с ним работал особенным образом, и приблизил его к себе, и давал ему особые откровения, и желания, и чувства, Господь был близок к этому человеку. Посмотрите еще тоже один удивительный пример. Вы знаете, мы много знаем этого человека, говорим, апостол Павел, но когда-то этот человек, он не был христианином, он гнал церковь, он был противником Иисуса Христа. И вот мы, когда говорим о Павле, да, то очень часто мы приводим на память о том, каким удивительным образом Господь остановил этого человека. Ну вот, ну кто еще вот так вот покаялся? Кого еще из Библии мы знаем, чтобы вот так посреди белого дня вдруг явился Господь, осенил вот так вот светом, да, заговорил с Ним, остановил? И мы так, может быть, в раздумье так находимся и думаем, ну, но ведь это же, ну, 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 почему именно Ему? Почему? Ведь столько людей, ну почему-то вот только с Ним? Ну, если бы Господь так каждого останавливал, то, наверное, любой бы остановился бы. Если бы сегодня вот каждого бы так вот остановил Господь. Почему Господь так близко стал именно к Савлу? Почему Господь пошел на такие чрезвычайные меры, да, чтобы остановить этого человека и чтобы он принял Иисуса Христа? Когда сам о себе свидетельствует апостол Павел, то в Филиппийцам 3 главе 6 стихе он говорит о своей прошлой жизни, и он говорит, что по правде законной он был непорочный. Представляете себе, этот человек жил по правде. Он ошибался, он заблуждался, он не понимал до конца, но он был честный человек. Он как понимал, он по этой правде был непорочный, он был честный. Вы знаете, посмотрите, еще удивительный пример, когда мы приходим в Евангелие от Иоанна, 4 глава, мы с вами находим, что Христос встречается с одной женщиной, с самарянкой, возле колодца Сихарского. И помните, удивительное такое слово, что когда ученики, он их послал, чтобы они взяли пищу, и когда они вернулись назад и нашли, что он беседует с женщиной, то ученики его, так и написано, удивились, что он беседовал с женщиной. Это нам говорит о том, что Христос не беседовал вот так вот с женщинами, с мужчинами, да. В израильском народе это не было принято, и это было удивительно. И для нас вопрос, почему Господь беседует с женщиной? И при том, с какой женщиной? Падшей женщиной. И мы думаем, почему Господь идет на такие, опять-таки, чрезвычайные меры, чтобы заговорить с ней? Но, вы знаете, открывается одна черта в характере этой женщины. Господь обращается к ней и говорит, «Поди, говорит, позови мужа». Она говорит, «У меня нету мужа». И помните, что отвечает ей Господь? «Ты, говорит, правду сказала». Да, она падала, да, она согрешала, но она была правдивая. Вот посмотрите, друзья, мы можем идти много и много других примеров Слови Божьего, находить пророков и великих мужей. И мы везде увидим, почему Господь имел особое отношение с этими людьми. Потому что они искали правды. Они были правдивые люди. Это были те, которые были честными людьми, которые были добросовестными людьми. И Господь им открывался по-особенному. Сегодня мы желаем особенной близости с Господом. Мы сегодня желаем особенного откровения Божьего. Мы хотим иметь познание глубокое Слово Божье. Мы хотим, чтобы Господь открывал нам какие-то истины. Сегодня Слово Божье говорит, Господь хочет это делать. Но есть та платформа, на которой Господь может иметь с нами такие взаимоотношения. И он говорит, что говорит, необходимо для этого преуспевать в правде. Апостол Павел это очень хорошо понял из своей жизни. И он очень осознал, почему ему явился Господь. И потому своему последователю, молодому человеку, Тимофею, он говорит, Тимофей, я, говорит, хочу тебе сказать нечто. Я, говорит, хочу, чтобы ты имел особое отношение с Богом, а не строиться на том, чтобы ты преуспевал в правде. Держись, говорит, правды. Это, говорит, так важно, это так необходимо. Поэтому, помните, когда сам Христос вышел на служение, и он говорил эту первую проповедь, как мы называем Нагорную проповедь, где он открывал принципы Царствия Божия, то посмотрите, Матфея 5 глава, 6 стих, он говорит, блажены, алчащие и жаждущие правды. Он говорит, счастлив тот человек, чье нутро горит внутри, чтобы получить правду, чтобы питаться правдой, чтобы жить по правде. Ему так это необходимо, ему так это хочется. Он как человек, который, знаете, бывает, когда так хочется пить сильно, хочется прямо, взял бы стакан, выпил. Он говорит, вот есть люди, которые так желают правды. Он говорит, счастливы эти люди, блажены, говорят, эти люди, которые живут по правде, которые ищут правды, которые жаждут вот такой правды. Вы знаете, мы говорим, правда, это и есть честность. И вот посмотрите, апостол Павел сам о себе, когда мы открываем удивительное место, это послание апостола Павла евреям в 13 главе. Он обращается в 18 стихе, и смотрите, что он говорит. Он обращается именно вот так вот к церкви, к братьям, сестрам, и он говорит, молитесь о нас. Ибо мы, говорит, уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Только подумайте, апостол Павел, великий труженик на Неве Божьей, этот особый избранный сосуд, и он обращается к церкви, и он говорит, молитесь за меня, потому что я хочу, как он здесь говорит, я желаю вести себя честно. Я, говорит, так нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, чтобы мне во всем поступать честно. Я так жажду, говорит, этого. Дорогие братья и сестры, важно ли это для нас? Вы знаете, говоря об этом, вот когда мы смотрим в Слове Божьем, вот в первом послании, например, Тимофея в 3 главе, где нам говорится, что у служителей в церкви должны быть особые качества, и там перечисляется, какие они должны быть. Ну что удивительно, когда нам говорится о пресвитере, о епископе или о диаконе, то нам говорится, что епископ должен быть честен, диакон должен быть честен, их жены должны быть честны, их дети должны быть содержаемы в послушании со всякой честностью. К одному одни качества, к другому другие, к детям третьи, к женам четвертые, да? Но он говорит, у всех должно быть одно важное качество. Все, вся семья, все служители, без разницы кто, пресвитер, диакон, регент или все, все должны быть честны, они должны быть честны. Как это важно в глазах Божьих. Вы знаете, друзья, а если посмотреть вот на нас, так вот честно, просто искренно заглянуть внутрь нас, имеем ли мы вот это стремление, вот это желание, желание во всем поступать честно, стремимся мы к этому, преуспеваем ли мы действительно в правде, посмотреть на нас, вот обещаем и не исполняем. Даже тогда, когда никто не просит нас. Вот я наблюдаю в нашей церкви много, вот сейчас, вот последнее даже время, многие приезжают, вот иммигранты много, да? И вот мне так как-то было больно подъехать, пришла одна вот семья и говорят, вот помогите нам там одно дело, вот и все. Я говорю, так нам же, говорю, вроде сказали, что вам уже с этим делом помогли. И они так разводят руками, и так смотришь на их лица такие растерянные, и говорят, вы знаете, мы даже не знаем, вот, говорит, когда приехали, были на первом собрании, к нам, говорит, подошел один брат, говорит, и говорит, я вам, говорит, сделаю вот это. Мы, говорит, не просили. Он сам подошел, говорит, я, говорит, вам сделаю вот это, говорит, и вот это. Но вот, говорит, уже два месяца, и ничего не сделано, и мы вот в таком вот. И так думаешь, почему? Ведь тебя даже никто не просил, да? Почему? Мы обещаем и не делаем. Мы берем в долг и не отдаем. И мы избегаем потом кого-то или еще что-то. Посмотрите, когда мы открываем, что об этом говорит Слово Божие, то посмотрите, в книге «Екклесиаст» Соломон говорит такие слова, это 5 глава, 4 и 5 стих. Он говорит, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Я пообещал, а потом, ой, я ошибся. Он говорит, не делай, говорит, это. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на Слово Твое и разрушил дело рук Твоих? Третий стих. Он, Бог, не благоволит глупым. Не благоволит. Он говорит, это дело благословения или неблагословения Господня. Господь разрушит все твое дело. Почему ты это делаешь? Почему ты обещаешь и не исполняешь? А потом еще говоришь, да это ошибка. Или, да и я забыл. Или еще что-то. Вы знаете, мы живем сейчас в такое время, когда экономически очень тяжело. И мне так удивительно, ко мне как-то, я был в одном собрании, и подходит одна молодая пара, и они просят и говорят, помоги, говорит, нам вот там вот оформить определенные бумаги там или еще. Мы, говорит, хотим заполнить наши кредитные карты, вытащить кеш сколько можем, на наш дом взять там линию определенную, чтобы деньги там все, да. А потом, мы, говорит, подадим в банкротство. Говорит, возьмем деньги и в банкротство. Я так на них посмотрел, и говорю, открываю 36-й псалом, и говорю, вы знаете, что о вас говорит Слово Божие? Посмотрите, мы открываем псалом 36, а здесь написаны такие слова. Нечестивый, это 21 стих, нечестивый берет взаймы и не отдает. Я говорю, извините, пожалуйста, но первый раз передо мной нечестивцы в открытой форме, которые стали и открыто говорят о своем нечестии, еще просят помощь у служителя и хвалятся этим. Это мерзость пред Богом, это нечестие, что вы делаете? Мы призваны к истине, к правде, мы люди праведные, а вы делаете такие вещи, как в вас может быть правда? Что вы делаете? Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, куда вы нашли. Это происходит среди народа Божьего. И люди говорят, а что в этом такого? За это в тюрьму не сажают? Такие законы, конечно, и за блуд в тюрьму не сажают, и за другие грехи не сажают в тюрьму. Но посмотрите, что говорит нам Писание. Нам Писание говорит очень важные слова, что действительно человек за каждое слово даст отчет перед Богом в день суда. Вспомните Евангелие от Матфея в 12 главе 36 стих. Представляете, за каждое слово, тем более за то, что мы пообещали, тем более за то, что мы подпись поставили. Неужели мы не ответим, когда мы преднамеренно идем на ложь? Посмотрите, друзья, апостол Павел понимал это очень важно. И он обращается к своему сотруднику, к молодому брату. И он говорит, во-первых, условия вечной жизни. Как ты можешь держаться в вечной жизни? Преуспевай в правде. Не говори такого, что ты исполнить не можешь. Пообещал – исполни. Занял – отдай. Во всем поступай честно, чтобы было безукоризненно твое служение. Молись, проси других, чтобы молились от тебя, чтобы ты мог во всем поступать честно, чтобы твоя совесть была чиста, чтобы не было это в жизни твоей. Посмотрите, мы вот так вот перед людьми, а перед Богом. Вот знаете, апостол Петр в 1 послании, в 3 главе, в 21 стихе, он обращается и он и говорит, что, говорит, такое есть крещение. И он говорит, крещение – это, говорит, есть обещание Богу доброй совести. Вспомним каждый свое крещение. Какой трепет, какое волнение. Перед людьми, перед Богом мы даем обещание. Нам задается вопрос, веришь ли? Верю. Обещаешь ли? Обещаю. А потом? А потом, если во вторник к вам прийти на собрание, здесь меньше будет людей. И если спросишь, брат, сестра, почему тебя не было? Да не смог. А честно? Ты пообещал Богу служить Богу. Ты пообещал Богу искать общение с Ним. Ты пообещал Богу ходить во свете. Иоанн говорит, если мы ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, нас тянет в общение. Почему тебя не тянет? Почему тебя нету? Почему сегодня совершать служение не хватает людей? Почему нету постоянства? Куда все это делось? Ведь это же уже не перед человеком, это перед Богом. Как твое дело обстоит в том, что ты пообещал Богу? Или может быть то, что мы сегодня говорим о взаимоотношениях людей, мы говорим, это просто люди. А знаете ли, что Господь посылает нам на пути людей и обстоятельства, чтобы испытать нас? И мы говорим, это просто человек, это просто человек, это же не Бог. А вы знаете, что апостол Павел говорит? Он говорит, когда он говорит о покорности, он говорит, тот, который не покорен, он говорит, не покорен не человеку, а Богу. Он открывает одну важную истину, он говорит, то, что мы часто воспринимаем просто, как будто это перед человеком произошло. Он говорит, не можете вы это так воспринять. Господь ставит перед вами определенные испытания, ставит какие-то искушения даже, да, испытывал, искушает. Не думайте, говорит, что это просто так. Господь, говорит, через это смотрит, как вы поведете, какое ваше внимание, какая внутренность ваша, как на самом деле вы здесь будете поступать, кто вы есть на самом деле. И вот Господь проверяет нас. Знаете, вот огромный пример для нас. Как я уже говорил и в начале, Иисус Христос. Вот Он прошел, Он говорил слова, и каждое слово – это истина. Оставил слово свое. Вот нам, посмотрите, апостол Петр говорит об Иисусе Христе. Когда мы читаем, то Он говорит такие слова, что говорит, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Не было. И вот представьте себе, мы теперь имеем Слово Божие. Когда в нашей жизни что-то происходит, да, мы говорим, Бог нам оставил обетование. И как мы цепляемся за это? Я вспоминаю, у нас там на Восточном побережье, мы проводим несколько раз в году большие молодежные конференции, и вот была очередная конференция, мы сняли большой такой лагерь в лесу, и собралось почти полторы тысячи молодежи, и конференция шла три дня. Три дня практически без остановки богослужения, беседы и так дальше, да, собрания идут по несколько часов, по четыре часа, по пять часов, и вот вечером уже спать вроде бы, да, и мне, знаете, дали отдельную такую комнатку, и вот я в этой комнатке был, и вот трое суток, да, практически я спать не мог. Только свет потушишь, кто-то стучится в дверь, и хочет побеседовать, помолиться, исповедоваться, только свет потушишь опять, и вот так вот трое, две ночи, три дня, и я, знаете, был такой истощенный, такой уставший. И вот, когда закончилась конференция, я еду домой, и так хорошо на сердце, знаете, покаялась человек двести, наверное, так приятно на сердце, а с другой стороны, такая боль. Вот приходят люди исповедоваться, смотришь, такой молодой, такая молодая, восемнадцать, девятнадцать лет, да, в таких падениях, в таких грехах, в таком исповедоваться. И, знаете, я ехал домой, и вот сердце так вот, у меня дети маленькие, да, девочка шесть лет, мальчик два года, и я ехал, я просто плакал, я просто молился, я говорю, Господи, мои дети, они пришли в этот мир, где столько искушений. Это так страшно, посмотри, такие молодые люди, и так вот падают, да, и до такого доходит. Я вот молился, знаете, вот такое состояние у тебя, вот, знаете, сразу на память пришло, как помните, израильский народ шел из Египта, да, и вот Моисей, израильский народ, и впереди Черное море, а сзади фараон. И вот они в отчаянии, они вопиют Богу, да, что делать? Выхода нету. Я помню, уже поздно вечером приехал домой, зашел, семья вся спит, я взял малыша на руки, хожу, а слезы текут. И говорю, Господи, я ничего сделать не могу с ним. Я не смогу сделать, чтобы он стал христианином. Нет, я не в силе. Просто говорю, Господи, возьми его в руки, да. И потом, как утешение. Помните, когда в 16 главе Деяния, мы читаем, что когда апостол Павел и силы находились в тюрьме, да, и вот поколебались основания, и вот этот темничный страж хотел себя убить, да. И Павел говорит, не делай, говорит, никакого зла. И он сказал ему такие слова. Говорит, веруй, и спасешься ты, и дом твой. И вот эти слова как пронзились сердце мое, да. И я так просто стал молиться Господу и говорю, Господи, это обетование, ты сказал, это твое слово, я верю в это, я держусь за это, я знаю, мои дети будут верующими, если я буду верить, если я буду действительно в истине ходить, да. И такое утешение. Сердце наполняется благодатью, да. Как много мы полагаем в слова Бога. Для нас это обетование, это то, за что в минуту отчаяния мы хватаемся всей силой и держимся. Мы знаем, что рассказал Бог точно так. По-другому быть не может. Это истина. Лести никакой нет. Сказал Бог точка. И мы с вами верим в это. И мы держимся за это. Почему? Истина. Это истина. Сказал и на этом точка. А каковы мы. Сегодня Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы также преуспевали в правде. Чтобы мы были праведниками. Это реально. Сегодня. Здесь. Вы знаете, Слово Божие нам говорит о том, что это действительно очень важно. А почему это важно? Посмотрите, когда мы открываем Евангелие от Иоанна, то здесь нам в 8 главе говорится о дьяволе. Посмотрите, 44 стих. Господь говорит о нем. Говорит, Он от начала не устоял в истине, ибо нету в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. Представьте, когда-то это был херувим, предстоящий перед Богом. Но Слово Божие говорит, там обстановка, или климат весь, истина. И Он не мог устоять там. Он не мог. Это было не по Нему, не по нутру. Он там чувствовал некомфортабельно. Он не устоял вот в этой атмосфере истины. Почему? Ибо в нем не было истины. И теперь Он говорит, на новом небе, там обитает истина. И тот, в котором нет этой истины, Он там не может находиться, Он не устоит. И говорит, Он как дьявол, который вот не устоял, и Он говорит, что любая ложь, которая не исходит, это не просто так. За любой ложью стоит дьявол. Потому что, говорит, Он, когда Он говорит ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и отец лжи. Всякая ложь, это от Него. Истина от Бога. Все, что не истина, все ложь. За этим стоит дьявол. И Господь говорит, это очень серьезно. Вы должны, говорит, подумать об этом. Вы, говорит, должны понимать это. Вы должны, говорит, знать. И Слово Божие называет его неоднократно, что это лукавый. И мы говорим, ну это и не совсем ложь, это же что-то, да. А вот обратите внимание, когда вот мы читаем, тоже пример удивительный в Слове Божьем, в Третьей книге царств, мы читаем, когда воцарился Соломон, и вот у него был брат старший, который хотел стать царем, Адония, да, и он пытался взять его царилцы, но Давид воцарил Соломона, и потому Адония испугался, когда увидел, что Соломон царь, и он убежал, и ухватился за роги жертвенника, да, и зовет его Соломон, вернись, говорит, иди сюда. А он говорит, я боюсь, чтобы он меня не убил. И вот посмотрите, что говорит ему здесь Соломон. Удивительно, мы читаем Третья книга царств, 1 глава, 52 стих, да, и сказал Соломон, если он, то есть Адония, будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Вот посмотрите, под действием Духа Святого, что говорит Соломон? Он говорит, человек может быть либо честным, либо лукавый, да? Либо честность, либо лукавость. Это противоположность. Нету ничего близкого одного к другому. Нету. А мы часто говорим хитрость, лукавство, слукавил немножко брат или еще что-то. А Соломон говорит, если найдется лукавство, то, говорит, умрет. Или человек честный, или человек лукавый. Другого нету. Мы должны действительно понимать об этом, да? Вот посмотрите, человек праведный, человек честный, да? Это тот человек, который действительно честный. Вот еще один пример. Посмотрите, когда мы читаем книга бытия Иосифа, да? Продали братья, и вот 42 глава. Теперь Иосиф находится во главе Египта, и приходят его братья, 10 человек, да? И Иосиф узнал их. Он узнал их, и он стал с ними разговаривать сурово. И он говорит, вы, соглядатые, вы, говорит, пришли разведать и узнать, что здесь у нас происходит. И они обращаются к нему и говорят, мы люди честные. Он говорит, нет, вы, говорит, соглядаты. Они говорят, нет, мы, говорит, дети одного отца. У него, говорит, было 12 сыновей, младший остался с отцом, одного не стало. Мы, говорит, люди честные. А где же один? Где же этот один? Он стоит перед ними, одного не стало. Это же я. Одного не стало. И вы люди честные? Но на тот момент они говорили честно. Но они не были людьми честными. Посмотрите, насколько это лукаво. Может быть, мы думаем, что если я вот сегодня сказал честно, поступил честно, то это уже определяет, или я честный человек, или нет. Сегодня нам Слово Божие говорит о том, что мы должны быть честными, что мы должны поступать по правде, что мы должны быть праведниками во всем. Вспомните фарисея. Помните, когда мы в Евангелии от Луки 18 главе читаем, Господь говорит о том, что, говорит, сказал, говорит, о тех, которые думали, что они праведные. Да? И говорит, зашел фарисей помолиться, и он говорит, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, и разбойники, и хулители, и грабители там, да, и все. И вот он так молится Богу. Честно? Посмотрите, Евангелие от Иоанна 8 глава, когда привели эту женщину, взятую в прелюбодяне, поставили перед Христом, и привели книжники, и фарисеи, да, и Господь обращается к ним, и говорит, кто, говорит, из вас без греха, брось, говорит, первый на нее камень. И написано, они все один за одним, начиная от старшего, ушли. А в храм приходит перед Господом, и говорит, я праведный. Это честно? А где смирение? А где осознание твоего действительно положения перед Богом? Честно ли ты стоишь перед Богом даже? Или ты уподобляешься тем, которые думали, что они праведны, а на самом деле там и близко этого не было? Посмотрите, до какого состояния может дойти человек? Вот мы, знаете, удивляемся в Слове Божьем, что Господь простил Давида. Мы говорим, что этот человек сделал такой грех, совершил прелюбодеяние, совершил убийство, дал повод к тому, чтобы поносилось имя Божие перед всеми народами земли, перед всеми язычниками. И Господь прощает Давида и восстанавливает, и он продолжает быть царем. И мы говорим, нереально. Если бы сегодня пресвитер какой церкви совершил прелюбодеяние и убийство, то уже о членстве речи не может быть. Не то, что говорить его восстановить опять на служение. И мы говорим, почему такое особое отношение к Давиду у Господа? Почему Саул, который сделал в наших глазах поменьше грех, он просто не послушался Бога? Господь сказал, пойди истреби Амалика и все, что у него предай. Он истребил, но не все истребил. И он тоже кается и говорит, согрешил я, прости. Господь не прощает Саула, истребляет его, а Давида восстанавливает. И мы говорим, что у Господа какая-то нечестность, какое-то лицеприятие. Знаете, когда мы открываем книгу царств, первую книгу царств, то я хотел, чтобы вы обратили внимание на некоторые вещи. Посмотрите, в 15 главе нам здесь описывается вот это событие с Саулом. И вот когда мы видим, что Саул, знаете, пошел и поразил Амалика, и вот посмотрите, 15 глава, мы будем выборочно просто читать, и мы читаем с 7 стиха, и поразил Саула Амалика, и 9 стих, но Саул, обратите внимание, в первую очередь, но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откорменных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а вещи маловажные и худые истребили. Вот даже если они что-то оставили, а что-то истребили, да, честно, вещи хорошие оставили, а маловажные и худые истребили. И вот приходит Самуил, да, и когда выходит Самуил, написано, и встал Самуил рано утром и пошел на встречу Саулу, да, и 13 стих, и когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил Слово Господа. Вот, ну, кажется, даже как-то нагло. Ты знаешь, что ты до конца не исполнил, да? И он выходит и так дерзко сам идет на встречу к нему, говорит, благословен ты, я говорю, все, что ты сказал, я, говорит, исполнил, я исполнил Слово Господне. А Самуил говорит, а что это за пление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели мы Атамалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Саул, ради тебя мы лучшее сберегли. и потом Самуил, не я, не я, народ пощадил. Прочие же мы истребили, а что прочие? Вещи маловажные. Посмотрите, сколько лукавства. Начинает его Самуил брать и обличать, и посмотрите, в 20 стихе, и сказал Саул Самуилу, я послушался гласа Господня, 21 стих, народ же из добычи, из овец и волов, не я, народ, начинает дальше его Самуил обличать, говорить ему, что же ты делал, да, и посмотрите, 24 стих, он говорит, согрешил я, как бы каяться, да, но опять оправдывается, он говорит, но я боялся народа. Слово Божие говорит, Саул в первую очередь и народ пощадили, а он говорит, я побоялся народа. И когда Господь уже произносит суд над ним и говорит, отойдет царство от тебя, и мы читаем 30 стих, и сказал Саул, я согрешил, но почти меня перед народом. Посмотрите, братья и сестры, вот во всем этом эпизоде сколько лукавства, кается, оправдывается, говорит, теперь я боюсь кого-то, да, я и то сделал, и посмотрите, лукавство за лукавством, лукавство за лукавством, да, приходим во второй книгу, Сарс согрешил Давид, приходит к нему пророк Нафан и говорит, ты, говорит, это человек, который сделал вот такой грех, и что говорит Давид? Он говорит, согрешил я перед Богом. И что? И точка. Представляете? И когда, позже мы приходим в третью книгу царств, когда Господь является уже сыну, Давида, Соломону во сне, и когда разговаривает с ним, и вот посмотрите, в третьей главе, мы читаем, в шестом стихе, и сказал Соломон, ты сделал рабу твоему, Давиду, отцу, моему великую милость, и за то, что он ходил предо мною в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость. Отец. И сын свидетельствует, и говорит, я знаю, что он ходил в истине, в правде, и с искренним сердцем. И Давид, во второй книге царств, в заключении своей жизни, когда он поет эту песню Господу, то он поет там такие слова, с искренним, ты поступаешь искренне, а с лукавым, по лукавству его. Давид понимал это, как он дорожил этим, как он действительно ясно осознавал, что это так важно, чтобы ходить в истине, чтобы быть искренним. И вы знаете, друзья, если мы будем только внимательны, то мы увидим, сколько много оттенков лжи и лукавства мы видим вокруг нас. Вот посмотрите, в Слове Божьем мы находим во второй книге, Сарас, 15 главе, удивительный пример за Ависолома. Это был сын Давида, да? И посмотрите, этот человек, он вставал, написано, рано и становился при дороге у ворот. И когда кто шел на суд к царю, то он говорил, у царя нету время. Или когда кто ворачивался, вот представьте себе, кто-то идет на суд. И когда совершается суд, то спорное дело. И суд признает одного правым, а другого виновным. И тот, кто проиграл суд, ну так скажем, он же не удовлетворен, ему неприятно. И вот мы видим, Ависолом стоит, и идет человек, и он проиграл суд, да? И он подходит к нему и говорит, если бы я был царем, я бы выслушал бы внимательно, я бы разобрался в точности, ты бы, наверное, выиграл. Вы знаете, это же так всегда происходит, даже в церкви, какой-то спорный вопрос, есть пресс-фитер, есть братья, да? И кто-то говорит, ты не прав, а ты прав. И сразу обида, и сразу ищет поддержки чей-то, да? И вот Ависолом здесь, как здесь, встает, да? Но он царский сын, и кто-то, знаете, перед царским сыном раз и на колени, да, чтобы кланяться, а он не дает даже кланяться, написано, то он тогда подходил, обнимал рукой, целовал его, даже кланяться не дает, да? И мы говорим, посмотри, какая доброта! А нам Слово Божие говорит, что? Очень интересно, да, что и вкрадывался Ависолом в сердце израильтян, и потом произвел бунт. А что сегодня? Давайте так честно посмотрим, сколько сегодня есть таких домов, таких семей, куда нас приглашают, где нам накрывают хороший стол, готовят шашлыки, хорошие торты, мы сидим, кушаем, и в это время в наши уши начинает влагать поношение на кого-то, на служителей, еще что-то, клевету какую-то говорить, и мы сердцем чувствуем, что это надо остановить, но неудобно, ведь шашлыки вкусные, торт хороший, как это сказать, как это остановить, да неудобно, это нарушить отношения, или еще что-то, да? И мы начинаем, посмотрите, в какой форме приобретается, а Слово Божие говорит, в этом нет истины, посмотрите, когда мы берем и открываем Псалом 14, то что мы находим, Дьес Давид говорит, кто может пребывать в жилище твоем, кто может обитать на святой горе твоей, и он говорит, тот, кто ходит непорочно, кто делает правду, кто говорит истину, кто не клевещет языком, и дальше, кто не принимает поношения на ближнего своему, а мы принимаем поношения, и мы думаем, что мы можем обитать на святой горе, что мы можем стоять там, рядом с Господом, находиться в доме Его, посмотрите, сколько много оттенков таких, или может быть мы скрываем что-то, вспомните Ахана, Иисуса Навина 7 глава, поражение, люди гибнут, гибнут, как вот сегодня, да, мы молимся, погиб, кормили семьи, а в то время окружение кругом, мы видим враги, да, только Израиль перешел и Ордан, и здесь такое поражение, 36 человек погибло отцов, да, дети остались, все, Господь говорит, Грегор, взято заклятый, говорит, среди вас, Ахан стоит, как ни в чем не бывало, это что, честно? И когда уже Господь выявил, и он говорит, скажи, говорит, сын мой, что ты сделал, он тогда говорит, но это уже поздно, это разве честно? Сколько сегодня церковь терпит урона, сколько в семьях сегодня происходит что-то не того, да, из-за того, что жена скрывает что-то от мужа, муж не говорит жене, брат или сестра скрывает в церкви что-то и не говорят, дети от родителей, и мы говорим, я человек честный, я человек праведный, потому что я пришел на собрание, потому что я то сделал, потому что я жене цветы купил, а правда ли ты честный? Вы знаете, Слово Божие говорит нам очень много об этом, о разных оттенках, апостол Павел говорит, что даже существует ложное, смирено, мудрее, человек такой смиренный, такой кроткий, да, и он говорит, а это ложное все, за этим нету, говорит, ничего, там, говорит, пустота, вы знаете, апостол Павел призывает, и он говорит, преуспевай в правде. В заключение, я бы хотел еще одну очень важную истину сказать, и здесь бы я хотел заострить ваше внимание, братья и сестры, в притче, Соломон под действием Духа Святого, говорит в 16 главе 6 стихе такие слова, милосердием и правдою очищается грехи, очищается грех. Вспомните, когда на выходоносору было предупреждение, во сне он увидел это дерево, которое был он, да, и было срублено, и когда пришел Даниил, и Даниил с ним разговаривает, и он говорит, на выходоносор, твоим бы врагам, говорит, этот сон, но, говорит, Господь предупреждает тебя, что ты должен остановиться, потому что Господь повелел, чтобы убрать тебя, срубить, пенек останется, но, говорит, семь лет, ты будешь как вол. Это, говорит, будет ужасное, и страшное, и так дальше. И вот посмотрите, когда мы читаем здесь, в четвертой главе, то мы находим удивительно, в 24 стихе, Даниил говорит, посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою. Кто-то скажет, нет, грехи искупаются только кровью Иисуса Христа. Правильно вы говорите. Только кровью Иисуса Христа. Но для искупления грехов Христос нам говорит и ставит определенные условия. Вспомните, Он говорит, когда стоите на молитве, прощайте, чтобы вам быть прочным. Если вы не прощаете, и я вам не прощу. Не простятся вам грехи ваши. Есть определенные условия. И для очищения греха необходима жизнь в истине. Дорогой брат и сестра, дорогой друг, кто находится сегодня здесь, хочешь ли ты приблизиться к Господу, увидеть Его, познать Его, получить откровение, как это было с Аллом, с Корнилием, с другими. Есть только один путь. Находиться, жить в правде. Мы все много согрешаем. Желаешь ли ты очищения грехов твоих? Искупи грехи своей правдой. поступай по правде во всех аспектах твоей жизни, во взаимоотношениях с семьей, во взаимоотношениях на работе, во взаимоотношениях с банками, во взаимоотношениях в церкви, где бы чего ни коснулось правды. Вы знаете, Господь во второзаконии, обращаясь к Израилю в 16 главе, Он говорил, когда, знаете, давал им все законы, вот когда Он после всего, Он дал, и вот здесь мы читаем в 20 стихе, Господь взывает к Израилю, я представляю себе этот голос, когда Он говорит, «Правды, правды, правды ищи, чтобы ты был жив. Пускай горькой, но правды, ищи правды, чтобы ты был жив, чтобы ты мог наследовать жизнь вечную. Пускай это неприятно, пускай это горько, пускай узнает все, но правды ищи, чтобы ты был жив». Вы знаете, Слово Божие нам говорит, когда мы заканчиваем, вот приходим в Откровение, то нам говорится, нам дается вот эта приятная такая картина, прообраз Нового Иерусалима, и говорится, 21 глава, 27 стих, «И не войдет в него ничего нечистое, и никто преданный лжи». Ничто. И посмотрите, когда мы последняя глава, мы уже читаем, 22 глава книги Библии, Откровения, и в 15 стихе написано, «А вне этого города», и там, смотрите, кто, там находится всякий любящий и делающий неправду. Туда ничто нечистое, и преданная лжи не войдет, ничего. И тот, кто любит и делает неправду, будет вне этого города Иерусалима. Это так серьезно. Апостол Павел это понимал. И он говорит, «Дорогой Тимофей, держись вечной жизни, и в первую очередь ты это можешь достигнуть, когда ты будешь преуспевать в правде». Я бы хотел, чтобы сегодня, дорогие братья и сестры, мы могли поразмыслить над этим очень серьезно. Может быть, кто-то среди нас находится, которые не приняли Господа как своего Спасителя. В чем сердце еще есть то, что есть лукавство, что есть нечестность, и вас это давит, вас это осуждает. Вы сегодня можете покаяться перед Богом. Сегодня, может быть, находятся те, которые члены церкви, но вы знаете, что в вашей жизни есть неправда. Сегодня Господь желает очищения. Он говорит, «Правдою искупи грехи свои, стань перед Богом, чисто, искренне, сердечно, исповедуй это, оставь, не практикуй, держись в вечной жизни». Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.